Здравствуйте! В эфире ЮТВ Новости. На самых важных и интересных событиях этого дня вам расскажут корреспонденты ЮТВ, я Наталья Богданова. Ну а сейчас коротко о самых важных темах этого выпуска. В Оренбурге выявили еще три случая заражения коронавирусом. Предприниматели Оренбурга не устроили меры поддержки от Минэкономразвития на время пандемии. Экс-начальник департамента градостроительства рассказал, как хочет улучшать площадь имени Ленина. Сотрудников Тотского и Осикеевского районов призвали жить по средствам и отказаться от авто за 2 миллиона рублей. Более подробно об этих новостях и не только расскажем далее в выпуске. Еще три оренбуржца заразились коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова рассказала, что один из них контактировал с первым зараженным – жителем Бузулука. Инфекцию получил ребенок, входивший в окружение заболевшего жителя Бузулука. Также COVID-19 зафиксировали у двоих взрослых оренбуржцев 40 и 67 лет. Они прибыли в регион 17 марта. Через три дня почувствовали себя нехорошо и обратились за медицинской помощью. Все заболевшие наблюдаются в инфекционной больнице. Также Татьяна Савинова рассказала, что в регионе достаточно тест-систем для диагностики коронавируса. Вице-спикер Оренбургского ЗАГСОБа Александр Кунеловский вышел на карантин только спустя 8 дней после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Эхо Москвы в Оренбурге. Александр Кунеловский рассказал Эхо, что причина заключалась в том, что не поступало никаких распоряжений. Решение о необходимом выходе на карантин приняли только 18 марта. Кунеловский самоизолировался 23 марта. За 8 дней он стал участником нескольких массовых мероприятий. Будут ли санкции со стороны регионального парламента, пока неизвестно. Отмечу, что в Минздраве в таких вопросах оказались категоричны. Как сообщила Татьяна Савинова, три главных врача оренбургских больниц будут уволены из-за того, что отдыхали за границей во время пандемии. Должности освободят главврачи Александровской районной больницы, а также городских больниц номер 1 и номер 6. По словам министра, это вопрос врачебной этики и доверия. Региональное министерство экономического развития объявило о долгожданных мерах поддержки малого и среднего бизнеса на время карантина. Однако оренбургских предпринимателей они не устроили. Почему? Разбирались наши корреспонденты. Информация о мерах поддержки для предпринимателей появилась в инстаграме губернатора области Дениса Паслера. В комментариях к посту о коронавирусе появилась информация от Министерства экономического развития о том, что правительство Российской Федерации отсрочит уплату страхового взноса и арендной платы для муниципального и государственного помещения. В региональном Минэкономразвитии информацию подтвердили. Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. В комментарии говорится, что правительство области пока в разработке мер поддержки. Однако даже такое сообщение не сильно обрадовало местных предпринимателей. Не испытает предпринимателей и бизнес малый и средний от срочки на три месяца. Потому что, во-первых, необходимо будет в любом случае оплачивать все эти налоги и износы и аренды. А во-вторых, наступит следующий период, который уже необходимо будет оплачивать дополнительно. Март – это первый квартал оплаты налогов. Так как там звучит, что будут поддерживать и отсрачивать платежи, аренды. В случае, если мы арендуем у государства, таких зданий практически сейчас в городе нет. Все в частных руках. Банкам на карантин далеко. Поэтому мы не знаем, что будем делать. Эксперты-экономисты среднему бизнесу дают срок до лета. Далее предприятия и компании, скорее всего, не будут иметь средств для существования. По словам депутата Орского горсовета Антона Зудилова, в малых городах ситуация еще хуже. Под угрозой закрытия на данный момент около 500 заведений Орска. Таблитория в России достаточно большая. И это будет все происходить в замедленном процессе. Соответственно, это затянется минимум на, я так думаю, на три месяца. Бизнесмены уже сегодня сокращают персонал, зарплаты сотрудникам. И экономят на всем, чем только могут. Лишь бы не влезть в долги и сохранить свое дело. Мы посокращали персонал. То есть у нас сейчас мы на минимальном везде работаем. То есть начали экономить электроэнергию, отопление и так далее. И самое главное и страшное, что никто не знает, что будет дальше происходить. Очень бы хотелось, чтобы была поддержка по коммунальным платежам. Потому что да, мы можем позакрывать все, оставить здания, но их так или иначе надо отапливать. Еще до официальных постановлений порядка 40% уже было на прошлой неделе спада. Вот так сегодня выглядят ночные клубы, кафе, рестораны Оренбурга. Опустили не только заведения общепита, но и бассейны, фитнес-залы, аквапарк и многие другие общественные заведения. До особого распоряжения правительства области. В случае нарушения постановления к бизнесменам примут административные меры. В том числе прекращение деятельности на срок до 90 суток. Если вы вводите ограничения, то это должно касаться абсолютно всех. А не то, что закрывать маленькую сауну, но оставлять огромный торговый комплекс. А пока предпринимателям остается только надеяться, что правительство в скором времени обратит внимание на проблемы и преподнесет их реальное решение. В других же странах власти предлагают более существенные антикризисные меры. Например, в Казахстане владельцев торговых и развлекательных центров, кинотеатров освободят от уплаты налогов сроком на год. Почти 7 тысяч аграриев освободили от уплаты налогов на землю. Детские сады в Оренбургской области продолжат работать в обычном режиме. Некоторые изменения все-таки появились. Ужесточили утренний фильтр и усилили меры профилактики. На данный момент посещение детского сада свободное. Каждый родитель сам решает, будет ли ребенок ходить в учреждение. Но в случае отсутствия воспитатель потребует справку от врача. Сейчас в связи с режимом повышенной готовности в Оренбурге ужесточен утренний фильтр в детских садах. По словам замминистра образования Нины Гордеевой, всех детей с признаками ОРВИ не пустят в дошкольное учреждение. В каждом детском саду в обязательном порядке от одного врача и больше. В зависимости от того, сколько детишек посещает, ну, сколький групповой детский сад. Жестко ими ведется фильтрация, осмотр детей. А в течение дня бесконтактными градусниками смотрит воспитатель. Запрещены мероприятия, на которых происходит смешение групп. То есть спортивными залами, актовыми залами, танцевальными залами мы не пользуемся. По словам замминистра образования Нины Гордеевой, помещение дезинфицирует каждые два часа. Особое внимание уделяется детской мебели. В случае, если здоровье ребенка ухудшится во время пребывания в учреждении, его изолируют, а также вызовут родителей и скорую помощь. Также в детских садах отменены все массовые мероприятия, в особенности те, на которых происходит смешение взрослых и детей. Городостроительный совет Оренбурга выбрал лучший проект по благоустройству площади имени Ленина. Наибольшее количество голосов получила идея Сергея Бринева, который и ранее возглавлял департамент градостроительства. Он предложил возвести часовню рядом с памятником Ленина. Что еще подразумевает проект, узнала Анастасия Клесова. На городском градсовете представили четыре концепции благоустройства площади имени Ленина. Их создали организации Центра развития архитектурной деятельности, Архстройсервис, Дом архитекторов и Архиметрия. Отмечу, что дизайн проекта, разработанный Центром развития архитектурной деятельности, был утвержден и оплачен областным департаментом. К тому же имеется проектная документация. Дабы картина была более полной, город выступил с инициативой еще три концепции подготовить. Концепция отличается все-таки от проекта, потому что проект был первым разработанным. Здесь нам представили просто концепции три. Но они тоже были оплачены, они были заказаны администрацией города. Евгений Попов в своей концепции предложил использовать инсталляцию разрушенного Казанского собора, Назар Гайнулин сделать плитку с орнамента пухового платка, а бывшеначальных департамента градостроительства Сергей Брюнев построить часовню рядом с памятником вождю. У некоторых такая инициатива вызвала недоумение. Чтобы горожане, гости города знали, помнили, что здесь стоял величественный собор, возможно и скорректируем эти моменты по месту расположения. Наличие любого культового сооружения ограничивает функционал того или иного места. Но если мы будем говорить про какие-то другие мероприятия до более свободного масштаба, я больше чем уверена, что мы столкнемся с тем, что нам будут говорить, о, ребят, ну здесь же вот находится часовня. Площадь имени Ленина занимает 8,3 гектаров. По словам ведущего специалиста Центра развития архитектурной деятельности Евгения Попова, примерная стоимость реализации их проекта составит 20-40 миллионов на один гектар. Отмечу, что остальные архитекторы не готовы сейчас назвать даже приблизительную сумму. Опыт подсчетов есть, честно сказать, задачи на сегодняшний день, на вторник, на сегодня не стояло. Я думаю, примерно у всех концепции одинаково, даже приблизительно оценить сложно. Напомню, ранее инициативная группа «Площадь 2.0» организовала проектный семинар, на котором обсуждались предложения по благоустройству городского пространства. Три группы архитекторов смогли в срок менее двух недель разработать концепцию, но и тут возникли вопросы. На мой взгляд, хороший проект за это время разработать нельзя, поэтому здесь варианта два. Проекты были разработаны уже ранее, да, и просто нам показаны, либо, ну даже не знаю, какой второй. Пока непонятно, как будет оплачена реконструкция городской площади. Многие предполагают, что благоустройство территории войдет в программу «Комфортная городская среда». Больше всего голосов на городском городсовете набрала концепция бывшего сотрудника администрации Оренбурга Сергея Бринева. Отмечу, что это единственный проект, за который проголосовал Владимир Ильяных. На областном городостроительном совете 10 апреля будут представлены все четыре концепции реконструкции площади Ленина. Именно там решится судьба главного городского пространства Оренбурга. Анастасия Клесова, Никита Плотников, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Общественники призвали жить посредством сотрудников администрации Тотского и Осикеевского районов. ВНФ уверены, что автомобили стоимостью более двух миллионов рублей для дотационных муниципалитетов – непозволительная роскошь. Тотский район, административный центр которого село Тотское, является дотационным. Оренбург финансово поддерживает и Осикеевский район, центр которого также село. На закупку автомобилей для нужд администрации этих муниципальных образований объявлен аукцион. Как сообщили в Оренбургском отделении Общероссийского народного фронта, стоимость таких машин для каждого из заказчиков превышает 2 миллиона рублей. Есть проблемы как с образовательным учреждением, с поведением ремонтов, так и вообще проблемы с ремонтом улиц. Есть проблемы с водоснабжением, обеспечением качественной водой на этих территориях. Покупать для себя любимых вот такие дорогостоящие автомобили, ну это неэтично. Стоимость комфорта чиновников в обоих случаях превышает предельную стоимость автомобиля для министров в Оренбургской области, а именно 2 миллиона рублей. Кожаный салон, семиступенчатая коробка передач, беспроводные зарядки – все это характеристики автомобиля, заявил Дмитрий Болдырев, по своей сути лишние для поездок по административным вопросам. Универсальная карта оренбуржца и бесплатные курсы программирования для школьников. Планы на будущий год обсудили в Министерстве цифрового развития и связи. Министр провел брифинг для журналистов в формате онлайн-конференции. Более 40% государственных услуг к 2024 году должно перейти в онлайн-режим. Об этом заявил министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин. На повестку в Министерстве вынесена тема вовлечения оренбуржцев к обсуждению проблем города и области. Для реализации обратной связи с 2019 года открыт проект «Активный гражданин». Возможности оренбуржцев принимать участие в голосованиях по благоустройству – часть работы с сервисом. Превышение количества посещений отметил министр, показатель хороший. Деятельность по усовершенствованию интернет-площадки ведется. Также в планах на реализацию проект «Универсальная карта». Министр отметил важность привлекать к работе с онлайн-ресурсами молодое поколение. Изучение программирования должно быть в бесплатном формате. Для этого создана Яндекс.Школа для обучающихся в 8-9 классах. Такие три школы открыты в Оренбурге и Одноворске. Продолжать обучать планируется 300 детей на семи площадках, которые заработают дополнительно до конца года. В Новотроицке и Бузулуке. Екатерина Тонкопей, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. За последние несколько месяцев статистика по кибермошенничеству в регионе возросла в полтора раза. В МВД это связывает с тем, что многие организации перешли на онлайн-формат работы. Что такое кибергигиена и как она защитит от грязных проделок мошенников, расскажут наши корреспонденты. Артем Порошкура столкнулся с онлайн-мошенничеством неделю назад. На его телефон пришла смс о списании средств. Сначала на покупку одежды, некоторое время спустя мошенники пытались купить авиабилеты. Но средств на карте оказалось недостаточно для покупки. Сразу же позвонил на горячую службу этого банка, повестил о том, что меня скорее всего взломали, мою карту заблокировали и сказали о том, что в течение двух недель, если не ошибаюсь, будет разбирательство. Деньги Артему банк вернул, отменив покупки. Разбирательства продолжаются. Сотрудники МВД по Оренбургской области сообщают, что статистика онлайн-мошенничества растет. Скачок ожидается в период карантина. А сам распространенный способ оббана – это звонки с целью выведать данные. Наиболее распространенным способом является преступление, совершаемое от имени специалистов банков. И просит продиктовать банковские реквизиты, включая CVC-код и контрольный смс-код, поступивший по сообщению. Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, сотрудники банков рекомендуют соблюдать правила кибергигиены. А именно при работе со счетами все операции проводить только со своего устройства. Обязательно установка антивирусного приложения, чтобы злоумышленники не пробрались к вашим данным. Главное правило – никому никогда не сообщать конфиденциальную информацию по карте и полученные данные в смс. Когда к вам кто-то позвонил по телефону, представляется сотрудником банка, спросите фамилию отчества, с кем разговариваете, положите трубку и перезвоните по телефону, который у вас на обратной стороне карты банковской, позвоните по нему и спросите, есть ли такой сотрудник и имеется ли какая-то информация из этого банка относительно вас. Такие вымогательства с психологическим давлением составляют две трети всех преступлений с банковскими картами. Остальные схемы – это взламывание личных страниц в соцсетях или предоставление данных при покупке товаров на непроверенных сайтах или сообщение личных данных для перевода средств. Пора запомнить, что ни в коем случае нельзя передавать реквизиты банковских карт. Если кто-то собирается совершить переводы денежных средств, то достаточно ограничиться только номером карты или же практически сейчас, наверное, все уже банковские карты подключены к телефону, произвести перевод по телефону. Статистика раскрываемости данных преступлений всего 20%. Каждый пятый кипермошенник привлекается к ответственности. В сложившейся ситуации с карантином оренбуржцам сотрудники госструктур советуют быть бдительными и тщательно следить за личной информацией и не доверять свои конфиденциальные данные. Виктория Палкина, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.